Жду ваших ответов. Как меня видно? Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, в чате плюсики, если вы меня видите, если вы меня слышите. Так, Дарья, спасибо за ответ. Вижу. Продолжение следует. 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 Звук есть, пишет Даша. Только Даша пишет к нам. Ага, чтобы был звук, нужно включить значок «майк». Сейчас я напишу. Переслышно. Угу. Так. Так, ну что, разобрались. Угу. 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 Это само пишет, Ирина включилась. Ну, обычно оно автоматически как бы есть, да. И Даша просто зашла по ссылке. Друзья, я немножко вынуждена остановиться, пока все остальные, в частности Артем, даст нам окей, что они нас тоже слышат. Звук пошел. Ну, хорошо, все, тогда я тоже пошла дальше. Так, ну, технические задержки, технические задержки, вы уже не первый раз все онлайн, поэтому понимаете, что это такое. Итак, что же сегодня конкретно по КЭТ я вам хочу рассказать. Я хочу вам рассказать, что для того, чтобы успешно подготовить кандидатов к экзаменам международным, это касается не только КЭТ, недостаточно только обучать их английскому языку качественно и хорошо. Нужно также обязательно выполнять пунктик 2 и пунктик 3, которые у меня здесь указаны, а именно. Нужно также их обучать различным техникам, стратегиям, выполнением экзаменационных заданий. Вы знаете, я встречала в своей жизни учителей, которые говорили о том, что совершенно не нужно делать пробники, совершенно не нужно готовить к экзаменам, достаточно просто научить человеку английскому языку, тогда он любой экзамен задаст на отлично. Это совершенно неверная версия, это не работает, и даже мы с вами взрослые люди, и то, насколько мы нервничаем, когда нам предстоит какой-то тест или что-то подобного плана. Представьте себе подросток, неважно, сколько ему лет, 12 или 16, все равно экзамены – это всегда стрессовая ситуация. И когда вы научите его различным техникам, стратегиям, напишите несколько пробников, конечно, он уже будет себя гораздо увереннее чувствовать. Также очень-очень важно мониторить прогресс подготовки к экзамену, находить эти белые пятна, находить, где пробелы появились, да, и корректировать вовремя программку. Сейчас вы, наверное, взводите и скажете, боже мой, где же время взять все это, хоть бы успеть их научить английскому языку. На самом деле это, конечно, так, но если вы не будете обучать их различным стратегиям и техникам, то вы и не будете мониторить и корректировать свою программу, анализировать, то, конечно, шансы успешно сдать международный экзамен будут гораздо ниже. Как же успеть все это сделать, где взять время? Вот именно сегодня мы с вами об этом поговорим. Я поделюсь с вами своим личным опытом. Поскольку я являюсь руководителем официального центра уже много-много лет, и конкретно, вот, допустим, в этом мае у меня три группы подростков сдавали кэт, не только они, конечно, у меня были еще разные другие уровни, как бы, да, то есть это около 30 человек, но тем не менее все я успевала. И английскому их учить, и техникам различным обучать, и мониторить вовремя, все я успевала. Как я это делаю, я с вами конкретно сейчас и поделюсь. Итак, начнем мы с вами с того, как же проверить, готов ли у нас ученик или кандидат к сдаче экзамена кэт, когда мы это должны с вами сделать. Еще разочек повторюсь, да, что я делюсь конкретно вот своим опытом, как я работаю уже много-много лет, и эта система у меня работает хорошо. Я делаю следующим образом. Если мы начинаем занятие, грубо говоря, в сентябре, да, то очень логично экзамен кэт, допустим, сдавать в мае. Вы знаете, что экзаменационные сессии проходят регулярно, и вы можете сами выбирать, когда вам лучше всего сдать. Вот я рассказываю на этом примере, да, что начали занятия в сентябре, классика как бы жанра, да, и в мае мы должны сдать с вами экзамен кэт. Так вот, где-то в конце ноября, может быть, начало декабря, я делаю первый пробный тест, полный, со своими детьми, которых я предполагаю послать нам экзамен кэт. Если мне эти детки, конфетки, показывают результат 40-50% положительных, да, то есть они справились с тестом на 40-50%, это значит для меня, что они готовы к сдаче кэт. Почему, скажете вы? Ну, потому что у нас еще есть время. До мая месяца еще есть время поработать. Если же результат у них гораздо меньше, то, конечно, не стоит абсолютно даже и начинать, еще годик подождите. Дальше. Что я делаю дальше? Как-то, да, вот набрали они у меня 40-50%, дальше я провожу беседу с родителями о том, что я считаю, что ваши дети смогут сдать в мае месяце такой-то, такой-то экзамен, да, и начинаю свою процедуру оформления с родителями уже, там, оплата, документы и так далее. С детками же, да, все. Дальше я их просто учу, учу и учу. Спокойненько мы учимся с ними до февраля месяца. Дальше. За три месяца до экзамена, ну, приблизительно это будет февраль-март у вас, да, я потихонечку начинаю им давать пробники. Пробники это, конечно же, past exam papers, их очень-очень много у нас с вами. Я беру из различных источников. Я беру с официального сайта Кембриджа, я беру из Objective Cat, там есть Practice Test, я беру из, допустим, вот Compact Cat, там тоже есть Practice Test, они все абсолютно разные, да, то есть лучше, конечно, брать их из разных источников, потому что все равно уровень и стиль будут немножко различаться. Вот, так вот, что я делаю за три месяца до экзамена? Я начинаю по два пробника в месяц им давать. Обычно это происходит следующим образом, да, чтобы не прерывать уроки, потому что понятно, что на уроках мы основную, учим их основному английскому языку, я делаю следующим образом. Если у меня нет возможности, и родители не очень хотят, хотя у меня такого не бывает, третий день сделать, да, то можно сделать следующим образом. Вы даете им paper reading and writing. По идее, они должны его сделать за час, час десять. И в это время параллельно в парах я проверяю speaking в соседнем кабинете. Таким образом, уже вот два paper я сделала, да, speaking и reading and writing. Ни в коем случае во время этих пробников не надо все сразу давать. И listening, и reading and writing, и speaking не стоит, как бы, да, пока не стоит. Вот, потом на следующей недельке я им дам listening. Listening идет всего 20-30 минут, как бы занимает, ну, 30, грубо говоря, да, поэтому listening, конечно же, мы сделаем. Также половину этих тестов reading and writing я даю домой. Когда мы уже в классе пару раз их сделали, уже можно им давать это в качестве домашнего задания, объяснить им, что, ребята, это надо для вас, давайте попробуем, давайте попрактикуемся и так далее, да, и просить их за уже время засекать, да, скажите им, что вот час десять, постарайтесь вписаться в эти час десять, да. Что же происходит дальше? Что же происходит дальше, да? Вот это самый важный момент. Я вам сейчас рекомендую прямо вот взять ручку-бумажку и сидеть записывать степ-бай-степ, также дальше и проходит анализ всего этого так, чтобы это было эффективно, и так, чтобы это не занимало у вас, как у учителя, кучу времени. Итак, во-первых, детки сразу переносят ответы на answer sheet. Обязательно, преобязательно, сразу в каждом пробничке, прямо вот в каждых шесть, во всех шесть пробничках, почему шесть, вы поняли уже, да? Потому что, сейчас, минутку, я выключу чей-то звук. Потому что три месяца, грубо говоря, да, до экзамена, и вот два раза в месяц вы им потихонечку даете частями эти пробнички, да? Так, дальше я их прошу обязательно переносить их на answer sheet. Answer sheet тоже они доступны, если кому нужны, обращайтесь, я вам тоже поделюсь и выложу вам их, да? Дальше, следующий, второй шаг. Они обмениваются этими answer sheet со своим партнером, да? Это сосед или не сосед, как вам угодно. Обменялись, это второй шаг. Третий шаг. Я диктую им ответы. У нас есть кейс, так, наверное, я их с собой сейчас не перехватила, но вы знаете, как это выглядит, в принципе, да? Я диктую им кейс, и они ставят мне тик или кросс. Все очень простенько, да? Четвертый шаг. Они подсчитывают каждую часть, они подсчитывают, да, сколько, у нас 9 частей, допустим, reading and writing, сколько правильных ответов было в каждой части, и сколько правильных ответов всего получилось, да? Что же делаю я? Я записываю все, что они мне говорят, я записываю вот в такую табличку, сейчас я вам покажу. Так, Антонина, не могу я отключить ваше видео, отключите, пожалуйста, его сами, а то мы вас сейчас увидим. Так. Видно ли сейчас мой слайд? Я поменяла слайд, наверное, вам не видно, сейчас, секунду. Так. Не могу остановить видео Антонины я. Вот, спасибо, все удалось. Итак, внимание, моя табличка выглядит следующим образом, да? Вот вы видите моих деток, вот reading and writing, да, то есть они все это сделали, и дальше они мне диктуют, сколько правильных ответов было в каждой части. Убрать, убрать, убрать. И вот таким образом я в табличку вношу каждого ученика отдельную часть, и вы видите total, да, то есть в результате, сколько, в общем, у нас получилось. Да? Вот. Все это проходит достаточно быстро. Ну, максимум займет у вас 10 минут, чтобы все это сделать, да? Так. Табличка у меня очень-очень простая. Писать я люблю больше от руки. Поэтому вот она выглядит у меня, допустим, вот таким образом, да? Сейчас я вернусь на презентацию. Так. И еще разочек мы с вами повторим, да? То есть как очень быстренько, без потери времени, сделать вот этот вот чекинг, да? То есть первое, дети у нас переносят ответы в answer sheet, потом они обмениваются answer sheet, потом я диктую быстренько ключи, они проверяют, ставят tick cross и подсчитывают, сколько правильных ответов в каждой части и total. Затем я записываю это все, вношу в свою табличку аккуратненько, да? И следующий момент, я, это тоже очень быстро происходит, как бы, да, подсчитываю их score в целом и говорю, сколько процентов они достигли, как бы, да? И потом говорю их level, что же это такое. Итак, how to count the percentage. Максимум у нас в reading and writing идет 55 без написания текста, потому что написание текста – это часть 9, и я люблю ее проверять отдельно. Вот, то вот считайте, там, допустим, да, ребенок 30 баллов набрал, сколько это процентов у него будет. У нас внегласное правило в нашей кембриджской школе, да, что мы во всех тестах, даже в прогресс-тест, у нас минимум 75% мы должны набрать. И, конечно, в CAT, когда мы пишем пробники, я тоже их к этому тяну, что вы должны как бы набрать 75%. В listening максимальное количество баллов, которые они могут набрать, это 23, поэтому сразу вы уже быстренько это все высчитываете. На самом деле, конечно, я это редко высчитываю, сразу это делают дети. У них есть калькулятор и все остальное. Не надо всю работу делать самой или самому. Многое могут помочь вам дети, они будут даже рады это сделать. Теперь как же совместить результаты вот эти баллы? Всего ведь 55 баллов у нас в reading and writing. Как же мне их соотнести со шкалой кембриджской? Для того, чтобы пройти А2, успешно сдать экзамен CAT, дети должны набрать от 120 до 140 баллов. А если у меня в тесте всего 55 баллов, как же я узнаю, где 120, где 140, на какой уровень они у меня вообще есть? Для этого дела Кембридж предлагает нам следующую табличку. В первой колоночке слева вы видите Practice Test Score. То есть если у них 55 максимальная, то уже по шкале Кембриджа это считается уровень B1, потому что они 140 баллов набирают. Соответственно, минимальное количество баллов, которые они должны набрать в тесте для того, чтобы А2 достичь, это 40 баллов из 60, скажем. То есть это 75% и есть. 75% и есть, как бы, да? Понятна система, да? Я думаю. Так, ну, например, мне, когда я должна это сделать очень-очень быстро, сложновато вот эту табличку сделать, поэтому я имею свою собственную табличку, которая более подробная. Вот она. Как бы, в принципе, все то же самое, но она более подробная. То есть вы видите, здесь у меня уже высчитаны баллы средние. 55, 53, 50 и так далее, да? То есть если ребенок у меня, допустим, набрал 43 балла в тесте, я ему говорю, дружочек, это у тебя уже 123 поинт, это А2, это уже очень хорошо. Если ребенок набрал 35, я ему говорю, о, это 115 по нашей шкале, но тебе совсем чуть-чуть как бы не хватает до 120, да? Видишь? То есть вы должны всегда показывать им это, да, что вот 115, 110, они поначалу так и будут первые пробники набирать, да? Это ничего, это хорошо. Почему я говорю, что это хорошо? Потому что по моему опыту каждый раз они пишут в пробнике, это каждые 2 недели, вы помните, да? Каждый раз на 5-10% у них становится лучше результат. Каждый раз происходит именно так. Вы можете сфотографировать себе эту табличку, и также я могу ей, в принципе, поделиться презентацией, если Артем согласится, то я могу и поделиться презентацией. Так, а что же касается listening, да? Так, та же самая табличка у нас есть наподобие, только, конечно, здесь совершенно другие баллы, потому что всего 23 балла они могут набрать. И вот такая вот более подробная табличка, которой я лично пользуюсь. Я не математик, но мне кажется, что я вычислила приблизительно правильно. Вот такая вот табличка у нас и для listening существует. Так, ну что, все ли понятно с табличками? Дайте мне, пожалуйста, знать в чате. Напишите, пожалуйста, в чате, все ли понятно с табличками, чтобы я двигалась дальше. Так, хорошо. Ну что ж, двигаемся дальше, да? Хорошо, все, спасибо. Так, сейчас я отсюда выйду и покажу, и вернусь как бы к своей старой табличке, к той, которую я вам показывала. Вот этой вот зелененькой, да? Значит, давайте на нее теперь посмотрим немножко другими глазами. Ну вот, допустим, мы смотрим, кого смотрим. Ну вот, допустим, там Дэн Гаврилов мы смотрим, да? Смотрим вот результаты как бы его. Вы видите 4, потом 3, потом 2. Как бы это вот три раза он писал тест. Вот, ну, грубо говоря, да? Ну, это не очень удачный, наверное, так, пример. Можно посмотреть на примере вот другой группки, да? Вот. Вот таким образом я все это отмечаю. Что же происходит дальше? Дети пошли домой, да? Дети пошли домой. Я остаюсь и начинаю анализировать. Ну, тоже этот анализ у меня занимает минут 10. Что я анализирую? Видите, вот здесь в самом низу, сейчас я вам обведу это, да? Вот здесь вот, в самом низу у меня подсчитан средний балл по каждой части. Вверху вот здесь у меня отмечено максимальное количество баллов. То есть максимальное количество баллов это 5 за парт 1, они могут получить. Внизу в первый раз они написали мне 3 балла. То есть средний балл по группе, 3 балла. Это, в принципе, неплохо, да? Парт 2, вот я анализирую, да? Максимальное количество баллов 5. Они мне сделали 4. То есть это очень хорошо. 10 в парт 3, у них было 5 из 10, это нехорошо. 50% это нехорошо. На второй раз они сделали 6 из 10, видите, да? На третий раз они уже сделали 7 из 10. То есть, как я вам показываю, что из раза в раз как бы все это у нас становится лучше и лучше и лучше. Что же я делаю дальше? Дальше тоже я вот начинаю смотреть. Какие части у меня были самыми-самыми слабыми, да? Видите, вот здесь они у меня даже выделены кружочком, да? Вот, и 2 из 5 был когда-то у нас результат. Вау, это плохо. То есть part 1, part 2 надо поработать, part 4 поработать, part 5 и part 7. Вот. Поэтому на следующие 2 недели я себе уже распределяю, что в следующие 2 недели я должна поработать над этими 5 частями из 9. Через 2 недели, когда они мне снова пишут тест, я опять все так же вписываю, я проверяю, было ли это более результативно и какие части у меня страдают теперь. Также я делаю слиссенинг, точно так же у меня происходит слиссенинг, и точно так же у меня происходит слиссенинг, да? Вот. Также у меня есть вот такая еще сравнительная табличка, сейчас я вам ее переверну, это уже моя помощница мне делает это. Можно сводную как бы делать табличку отдельную, но я не очень ей как бы люблю пользоваться, мне удобнее, когда просто все у меня от руки. вот так вот как-то, да, просто, все очень просто. Вот. Таким образом я вот отслеживаю каждые 2 недельки прогресс и результаты своих детей. Эта система, конечно, помогает вам вовремя спохватиться, что не так, потому что нам, когда мы заняты очень этим teaching English, да, мы очень заняты, и нам кажется, что все у них должно быть очень хорошо, но на самом деле, когда они садятся писать, и вы видите, что это не один ребенок у вас завалил письмо, скажем так, да, письмо партнаниями виту, а 3, допустим, из 5, да, то, конечно, это уже сигнал, ну, вам, что надо поработать именно конкретно с письмом. Здесь, допустим, значит, все 2 недели я буду давать письмо на homework, либо это только будет, если у меня один завалил письмо, значит, я ему буду давать, потому что я вижу, что для него это пока непонятно, у него будет особое домашнее задание, как бы каждый раз, да, то есть вовремя вот сделать эту корректировочку, конечно, поможет вам гораздо успешнее подготовить ваших кандидатов. Так, ну, идем дальше. Так. Переходим ко второй части моего вебинара сегодняшнего, да, и так, во второй части мы с вами поговорим о более практических таких, как бы рекомендациях, советах, играх, я с вами поделюсь техниках, эффективных для подготовки студентов к экзамену CAT. Итак, русскоговорящие кандидаты. Почему я так говорю? Потому что я обучала не только русскоговорящих учеников английскому языку, но и других стран. Значит, над чем я вам советую, сейчас вот у нас сентябрь, да, если у вас есть кандидаты CAT, на что надо обратить особое внимание, прям вот сразу с сентября, с первых уроков, так это на три вещи, которые вы сразу с сентября должны взять на вооружение. Таким образом, вы будете уверены, что к концу года они это сделают у вас отлично. Первая вещь – это spelling. Что же здесь имеется в виду? Какая бы ни была у вас слабая, средняя или сильная группа кандидатов CAT, повторяем алфавит. Дальше у нас есть части в listening, где идет listening for specific information, for specific details, где им диктуют имена, которые они должны быстренько вписать, названия, которые они должны вписать, и диктуют их действительно по буквам. Поэтому вот с этого spelling стоит все-таки начать. Не игнорируйте это задание, да. Сейчас я вам хочу показать видео своего урока, отрывочек, как я тоже вот с кандидатом CAT, который вот сейчас уже сдали. Кстати, сдали все очень хорошо. Один из них тоже сдал на B1, это у меня такая, как сказать, ну каждый год так бывает, что один кандидат дает на уровень выше заявленного, да. Как мы с ними делали первый урок со спеллингом? То есть вот мы повторили алфавит, и дальше у нас было следующее. Сейчас я вам покажу. Так. Сейчас, секундочку, включаю видео. Так. Так. Субтитры сделал Dasha. Субтитры сделал Dasha. Мне написали, что нет видео, значит, я еще разочек сейчас его включу. Так. Вы мне сообщайте, да, как бы, что у вас как видно, как не видно. Так. Сейчас еще разочек, значит, запущу. Субтитры сделал Dasha Spel. Даша, Spel, это тебе. Даша, Spel, Instagram. Так, видно ли сейчас видео? Все, поняла. Хорошо. Сейчас, один момент. Хорошо. 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 Субтитры сделал Dasha. Субтитры сделал Dasha. Okay, Dasha, now you choose the name. Any name. Даша. Спел. Спел. Дота, please. It's very easy. Choose another one. She is big, girl. Look, big, girl. Dasha, choose another one name, okay? Dota. W, I, N, D, O, T, S. Thank you very much. Thank you, Dasha. Так, ну, что здесь происходит, да? Сзади вы видите, у нас технический алфавит. Я думаю, что все знают, где можно взять такой технический алфавит. Кто не знает и хочет узнать, я тогда вам подскажу, где же взять такой технический алфавит, да? Значит, что здесь как бы интересно? Вы на самом деле видите, что хотя эти дети достаточно сильные были, да, но когда мы пришли с лета, и вообще мы все-все-все забыли, задание было в следующем, что ребенок садится спиной к картинкам в парах, это работа в парах, да? Второй его спрашивает проспелить любое название. Я мониторю, слежу за тем, чтобы они выбирали более сложные названия, и, то есть, ему видно, да, как бы, где проверяет он таким образом, да, сразу. Так, вопрос, где взять алфавит? Алфавит продается в замечательной группе, которая называется English Stuff от Жени Плясуновой. Боже мой, 100 рублей, по-моему, стоит, или 150 рублей стоит, то есть, какая-то вообще как бы смешная цена, причем в варианте есть вот таких больших карточек, есть поменьше, как карты обычные, да, то есть, вы уже напечатаете так, как вам хочется это все сделать. Так, что дальше идет, да, что идет после этого? После этого я их прошу дома подготовить домашнее задание, то есть, написать, выписать по-английски название либо каких-то брендов известных, да, на английском языке, либо имена celebrities, и они потом диктуют это группе, то есть, следующий урок у нас начинается тоже со спеллинга, обычно я не даю домашние задания домой, да, у нас как бы правило такое в моей школе, что мы не даем домашнее задание, мы максимально работаем на уроке, но подобного плана дети обожают задания. То есть, следующий урок мы начинаем с ними со спеллинга, только уже идет interaction, student и группа, да, то есть, он диктует это группе, и потом, чтобы, ну, быстрее проверка занимала времени, он пишет на доске, либо показывает это, как бы, да, и группа сама себя контролирует и проверяет, да, вот, что еще можно сделать? Еще на спеллинг я вам очень рекомендую сделать следующую игру, вам, может быть, она покажется элементарной, ну, для cat, поверьте мне, с самого начала это будет очень хорошо, сделать такой mingle activity, значит, в котором у нас будет табличка, да, для начала, конечно, если у вас новая группа, им надо познакомиться, и даже если это старая группа, все равно этот activity идет всегда очень-очень весело и хорошо, может, у кого-то фамилия поменялась, может быть, у кого-то phone number поменялся, как бы, да, it's a good time to check. Вот, значит, что мы делаем? Сначала дети спрашивают эти вопросы у меня. Excuse me, what's your first name? Зачем нам нужно этот excuse me? Чтобы спровоцировать более такой натуральный объезды. Конечно, улицы не подойдут к человеку, они спросят what's your name? То есть вы сразу так вот им native такую атмосферу, как бы, создаете, да, и отвечаю my name is Olga. Если он знает писать Olga, он пишет Olga. Дальше, он спрашивает what's your last name? Я предпочитаю what's your surname? Конечно, я учу их и этому слову, и этому слову, но на первых этапах лучше говорить surname, потому что экзаменаторы на экзамене спрашивают именно what's your surname? Я говорю Владимирова или Казас, и они мне говорят how do you spell that? И я пошла говорить им спеллинг. V, L, A, и они все это записывают, да? Вот, конечно, спеллинг приходится говорить 2-3 раза, потому что они все забыли и делают это так. Дальше, what's your phone number? Или what's your telephone number? Or what's your mobile number? И я говорю им цифры, и сразу их учите, что не zero, а O, и так далее, да? И они таким образом должны записать всю свою группу. В моей школе группы маленькие, это до 8 человек, поэтому значит, он должен 7 раз задать эти 5 вопросов или 4 вопроса, да? Почему 5? Потому что если what's your first name Александра, и он не знает, как писать, он будет спрашивать how do you spell that? Поэтому получается 5, да? И в конце, конечно, я провоцирую thank you. Значит, 7 раз ребенок должен спросить эти вопросы, 7 раз он должен проспелить свой last name и свой phone number, и каждый раз это имеет смысл, потому что они меняются партнерами. Я делаю limit time, да? Я делаю это, допустим, там 15 минут. Ну, потому что 2 минуты все-таки на каждую пару это занимает, да? Как мы это проверяем? Потом мы возвращаемся в класс, и как мы это проверяем, у них должны абсолютно с соседом совпадать буковка в буковку, циферка в циферку, все phone numbers, last names, first names и так далее. То есть эта игра позволит вам и группу узнать, и весело провести время, и поспикать, и нужные для экзамена навыки привык, потому что самые первые вопросы, которые они слышат от экзаменатора на speaking, это вот эти вопросы. Ну, phone number, конечно, нет, но все равно это очень важный-важный навык, да? Второе, с чего я вам советую, как бы так начать год, обратить внимание, конечно же, на numbers, да? Numbers эти дети должны знать до миллиона, cat, грубо говоря, да? Значит, что входит в numbers, почему важно знать numbers, и вот особенно акцентируйте внимание на разницу между 13, 13, 15, 15 и так далее, да? Когда у них идет listening, идут очень разные акценты в кембриджских экзаменах, да? И часто дети очень теряются, не разбираются, поэтому numbers, они встречаются постоянно, постоянно и постоянно. Что такое numbers? Это даты, это цены, это размеры, это время, сказать, да, который час, то есть все это присутствует особенно в listening. В каждой практически из частей listening есть какой-нибудь number, либо это будет дата, либо это будет цена, они должны выбрать, поэтому numbers, конечно, штудируйте тоже с самого начала, то есть есть у вас возможность в сентябре, все это вспомнить, отшлифовать и отработать, да? Также вот прям рекомендательно, я вам советую, вот прям вот очень-очень-очень советую начать со speaking in Paris. Это часть 2 нашего speaking экзамена, всего там 2 части, вы знаете, да? Очень хорошо эта часть дается в учебнике Objective Cat. Вот я вам даже страничку выделила, да, page 11, то есть как только ребенок начинает там всего, это начинается с 10-й, по-моему, страницы, нет, начинается с 8-й страницы, вот 8-я страница мы вспомнили, Friends, и, кстати, здесь идет сразу listening в Objective Cat, тот, который мы с вами сейчас сделали. Идет listening про детей, как бы, да, подростки знакомятся друг другом, записывают уже имя, фамилию, phone number, best friend, favorite thing и так далее, вот, и дальше вот идет уже сразу страничка 11, идут вот эти вот вопросы, которые я вам сейчас сфотографировала. Даже если я с группой не иду по учебнику Objective Cat, а со всеми группами я иду по разному учебнику, зависит от их уровня, да, вот, потому что кого-то мы готовим на catch за год, кого-то за два, кого-то за три, соответственно, учебники будут разные. Все равно, вне зависимости от такого, с каким чекстбук я их готовлю, я беру вопросы по Objective Cat. Мне очень нравится, как они здесь даны, мне очень нравятся дальнейшие упражнения там, которые практикуются здесь, поэтому возьмите себе на вооружение вот этот вот как бы speaking, да. Speaking нужно делать все время во внезапных парах, в разных парах, да. Вы знаете, о чем я говорю здесь. Так, теперь я хочу с вами поделиться небольшой техникой выполнения вот этого задания, которое всегда вызывает сложности у наших детей, да. Значит, научно доказано, что у современных подростков, подростков поколения Z, часть мозга, отвечающая за визуальное восприятие, гораздо больше, чем у подростков, скажем, когда мы были с вами подростками, либо у подростков 20-30 лет назад. В связи с этим... Так, секунду, появился новый участник, сейчас я сразу выключу. В связи с этим, конечно, вот допустим, и еще такой момент, тоже научно доказано, что у современных подростков очень маленькая концентрация внимания. То есть они не могут сконцентрироваться долгое время, скажем, если в наше с вами время это было 12 минут, то у них 8 и не больше. Значит, что делать? Надо их спасать. Я своих детей спасаю следующим образом, да. Есть такая техника, называется Textual Visual Enhancement. Это я раздаю маркеры, у меня целая коробка вот здесь есть как бы в кабинете, да, и прошу их выделить ответ. Внизу вы видите, как бы, да, есть у меня вопросы, есть три ответа, это тоже одно из типов заданий этого, да. То есть либо это будет Right, Wrong, Doesn't Say, либо это будет три ответа, может быть, два варианта этого, Part 6. Значит, и что они здесь делают? Я их прошу потом выделять, где они этот ответ нашли. Что мы делаем дальше? Дальше мы проверяем это в парах. И это очень-очень важно. Не только для экзаменов, но и когда вы учите General English. Как вы думаете, зачем потом нужно это в парах проверять? То есть не я им сразу даю как бы правильный ответ, а зачем предварительно они это проверяют в парах? Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в чате. Ну что ж, нужно это для того, потому что у каждого, каждое разное восприятие. И когда у них ответы расходятся, они начинают искать истину, доказывают друг другу, что нет, здесь сказано это, нет, здесь сказано вот так, да. И в конце концов они на самом деле приходят к истине. И когда вы им даете такой как бы Ready Food, это очень мало помогает им, это не помогает работать, это не помогает анализировать и запоминать. А вот таким образом, когда они друг другу доказывают и анализируют еще разочек, это повышает эффективность выполнения таких заданий, да. И вот после этого я их прошу прочитать вопрос, прочитать ответ и прочитать из текста тот кусочек, именно тот кусочек. Не надо все предложение читать. Где они нашли этот ответ, да. Что такое does not say, всегда мы объясняем детям, does not say, это если недостаточно информации. По этому вопросу, чтобы сказать true или false, correct или incorrect, right или wrong. Вот такой как бы так способ, да. Так, дальше. Дальше я хочу сегодня с вами поделиться техникой listening. listening, одной из техник listening, которая тоже, можно сказать, что базируется на textual visual enhancement, да. Так. Итак, вот такая у нас с вами есть, сейчас я вам даже скажу, какая это часть, это у нас часть part two получается, да, в listening. Вот такое вот у нас есть задание. У нас есть, допустим, члены семьи, у нас есть подарки, дети слушают и должны совместить, как кто, что, кому подарил, да. Ну, я не буду сейчас вам ставить это аудио. Вот так выглядит задание у детенков, да. Я вам скажу, что я делаю дальше. Ну, во-первых, answer key, да. Прежде чем я им скажу правильные ответы, или они мне скажут правильные ответы, я опять же их прошу это сделать в паре. Они проверяют в паре, одинаковые у них ответы или нет. Тем самым, анализируя еще раз, что они услышали, доказывая друг другу, и это очень повышает технику выполнения не только экзаменационных заданий. Так. Дальше я раздаю им tape script. Распечатанный. И прошу их подчеркнуть cue word. Что такое cue word? Cue word – это слова, которые нам даны слева. 6, 7, 8, 9, 10. Cue word – не путайтесь с key word. Если они услышали это слово, то значит, сейчас надо уши открыть сильно-сильно, потому что сейчас будет ответ про мам. То есть они услышали слово мам. Быстренько вы подчеркнули себе, потому что сейчас будет ответ. Слушать надо гораздо сильнее, да. Дальше я прошу их обвести правильный ответ. Правильный ответ – это те 5 ответов, которые у нас были вот в answer key. И прошу их зачеркнуть destructure. Это очень важный момент. Что такое destructure? Destructure – это то, что их отвлекает. Потому что вот здесь, допустим, да, мам может подарить computer game, но ты же просил у мамы mobile phone. Да, я просил mobile phone, но она все равно подарила computer game. В этом случае mobile phone будет destructure. И destructure есть для каждого члена семьи. То есть сколько правильных ответов, столько destructures у нас существует. И потом вот так вот должно это, в принципе, выглядеть. Чтобы сократить время проверки, вы все это делаете заранее, вот такой, допустим, картиночкой, потом это просто выводите на экран, и дети проверяют себя сами. Вот такая вот listening техника у нас есть. Да, конечно, все они это делают во время listening, да, то есть ставите это listening 2, 3, 4, 5 раз, сколько надо. Если же у вас есть цвета, то все это тоже имеет смысл сделать разными цветами, тремя различными маркерами, допустим, да. Ну, хорошенечко, конечно, один раз так сделать, один раз так сделать. Вот, эта техника тоже очень интересная, и дети таким образом понимают, что есть не только правильный ответ, но есть еще и такая вещь, как destructure, допустим, да. Так, что еще я не сказала вам? Вот, про спикин еще кое-что не сказала, да. Про спикин я хотела вам сказать, что же такое full answer, что же такое full answer для CAT. Когда идут вот эти диалоги, которые я вам показывала в Objective CAT, мы учимся задавать вопросы, нельзя ответить, ну, и, в принципе, в Part 1 тоже, когда идут individual questions, тебя спрашивают, where are you from, мне достаточно сказать from Russia или I am from Russia. I am from Russia – это не считается полным ответом. Полным ответом считается развернутый ответ. То есть два-три предложения. На элементарный вопрос, where are you from, I am from Russia, from Великие Луки, it's a small town, but it's green, and I like it. Вот это считается полным ответом, да. Если, допустим, на карточке у ребенка попался ответ, how much does it cost? Полным ответом не будет 32 pounds. Полным ответом здесь будет предложение, да. It costs only 32 pounds. Добавить слово only, это дает нам полный, как бы так вот развернутый ответ. Так, что еще из намеченного я вам не сказала. В принципе, как бы все, да. И последний совет, который хочу дать, по listening тоже, это listening for specific information. Это та часть задания, где они должны служить и вписывать имена, даты, цены. То есть либо какое-то название, либо день недели, либо дату, либо цену, либо что-то такое, да. Если у вас слабые группки, не бойтесь брать для начала. Подобные задания есть в Movers'ах и во Flyers'ах есть. На самом деле они тоже очень-очень подходят. Можно первые два месяца брать Movers Flyers Audio и потом уже переходить на Кетовский Audio. Почему бы и нет. Ну что ж, у меня все из намеченного с нами, с Артемом, так сказать, пунктов программы моей, да. Буду рада ответить на ваши вопросы, не только по материалу, который я презентовала сегодня, но и вообще по экзамену Кет, по любой части. Еще я буду здесь несколько минут, поэтому если есть вопросы любые, пожалуйста, пишите, воспользуйтесь этим шансом, пока мы с вами вместе, пока мы с вами онлайн. А я пока вам скину ссылочку на свою группу, если вы вдруг еще случайно не в ней. Потому что в это время у меня даже есть специальные онлайн-курсы для учителей, которых, как готовить вот к как учителей готовить к сдаче, как бы, чтобы они готовили деток к экзаменам. Итак, как я готовлю к writing? Что вы имеете в виду writing, Дарья? Это именно part 9? Это именно письмо? Да, Надежда, хороший вопрос. Еще раз, уточните, пожалуйста, Даша, мне ваши вопросы. Дарья задала мне вопрос по writing. Как я готовлю к writing? Да, именно письмо. Хорошо, поняла. Здоровский вопрос. Я тоже его хотела, как бы, вставить. Значит, смотрите, как я готовлю к письму. Письмо на cat на самом деле может написать даже третий классник. Главное им объяснить правила этого письма. Что на cat нам нужно? На cat нам нужно 25-35 слов. Что такое 25-35 слов? Это сказать hello, team. Это уже два слова. Это в конце написать see you, your, Ольга. Это уже четыре слова, это уже шесть слов. Значит, надо еще 19 слов. Но 19 слов должны быть по теме. Что значит по теме? В каждом письме идет три вопроса, на которые обязательно надо ответить. Как я учу своих кетовцев, все-таки кеты, это еще достаточно слабый уровень, да, А2. Как я учу своих кетов отвечать на эти вопросы? Я говорю, не меняйте грамматику. Если у вас сказано what time are you going to the cinema tomorrow? Значит, ты так и пишешь, только не are you going, а I am going to the cinema at five o'clock tomorrow. То есть, из вопроса надо научить их делать positive sentence, меняя you на I. Вот и все. И отвечать конкретно на все три вопроса. В кет еще позволяется повторять слова из вопроса. Что я имею в виду? В pet так уже нельзя сказать. В pet они уже должны заменить, они не могут сказать, использовать одни и те же слова, которые с вопроса. Должен быть paraphrasing, потому что за повторение снижается балл. То в кет наоборот. Берут они фразу из вопроса, как бы, да, и просто меняют ее на positive. Дальше, очень хорошие стратегии подготовки к письму, я считаю, когда, опять же, они проверяют друг дружку в паре. Что они проверяют в паре? Первое, я их прошу, проверить количество слов. Они ставят бокс, допустим, да, количество слов верное. У нас три пункта, как и всегда написано на доске. Второе. Был ли ответ на три вопроса? На все ли три вопроса был дан ответ? Тоже они сразу ставят пунктик, как бы, да. И третий вопрос. Ты понял письмо? Потому что target reader написан там, да, они всегда, в КЭТ у нас здоровские письма, это дружелюбные все письма, я не знаю, там, классмейт, или какой-то pen friend у тебя, это всегда очень такие, то есть friendly letters, очень простые, да. То есть ты, как потенциальный target reader, должен понять все, что там написано, включая не только грамматику и лексику, но и включая handwriting. Потому что, если ты не понял handwriting своего друга Ослика, то экзаменатор вообще, тем более, разбираться не будет. И вот эти, как бы, три пунктика, они проверяют, после этого они ставят свою оценочку, сколько баллов из пяти они поставят. Потом это беру я, очень быстренько тоже проверяю и пишу, как бы, свою оценку и говорю, почему я согласна с их оценкой или не согласна с их оценкой. Но, конечно, это мы делаем все на уроке. И, в принципе, вот этой стратегии достаточно, как бы, да, то есть, если мы говорим про pet, про pet, sorry, то там, конечно, уже письма 100 слов, там надо уже учить процесс writing. То здесь достаточно, вот, буквально, того, что у нас есть сейчас. Дальше еще тоже очень интересный вопрос от Надежды. Вы интегрируете подготовку к экзамену в программу базового английского? Да, конечно, да, конечно. Что я делаю? Что я делаю? У нас два раза в неделю идет общий английский, как бы, да, это может быть учебник по подготовке, objective там, да, или еще какой-то. И за три, и за три месяца до экзамена я добавляю третий день. Вот в этот третий день мы практикуем тесты, пишем тесты и пробники, как бы, да, и в этот третий день мы корректируем программочку, да, то есть то, что было слабо в тех двухнедельных данных тестах, мы это делаем, как бы, да. Был у меня такой опыт, когда мы КЭТ сдавали, это было буквально вот в прошлом году, в общеобразовательной школе. Это был такой, как бы, эксперимент. У меня, да, я взяла девятый класс. Почему девятый класс и КЭТ, вы скажете, ну, вот такой был девятый класс, достаточно слабый, как бы, да, ну, все-таки, в общем, образовательная школа, то есть дети, никто никогда не занимался дополнительно с преподавателями, я подошла к директору, объяснила ситуацию, и она заинтересовалась этим. И мы просто, вот, убрали школьные учебники, мы взяли ObjectiveCat, почему я люблю ObjectiveCat, он позволяет восстановить, как бы, так, пробелы, да, и мы за год с ними, вот, подготовились тоже к этому экзамену. То есть, вот таким образом я это интегрирую. Именно что касается КЭТ, то этого вот достаточно. Что касается других уровней, то там, конечно, идет уже другая подготовка. Так, еще был, по-моему, вопрос какой-то один. все, да, наверное, все. Ну что ж, друзья, если вопросов больше нет, то тогда я хочу сказать вам спасибо. Буду рада вас видеть у себя в группе, у себя вебинарах тоже. Продолжение следует... Спасибо.